Что такое ключевая ставка и как она влияет на нашу жизнь? Давайте разбираться, потому что многие люди, как оказалось, просто не понимают, что это такое. Кажется, что она постоянно растет и будет продолжать расти. Из-за этого люди предпринимают финансово неграмотные решения и просто ухудшают свое благосостояние. Во-первых, свое, во-вторых, своих семей. И как, чтобы это избежать, чтобы ключевая ставка была понятна? Я простыми словами в этом видео расскажу. И как сделать так, чтобы как минимум сохранить свои деньги, а как максимум даже их приумножать и улучшить свое благосостояние? Давайте посмотрим вообще, что такое ключевая ставка. Может ли она не только расти, а падать? Что будет с ипотечными кредитами? И так далее. В этом мы во всем разберемся. Смотрите, у нас есть, значит, Центробанк. Центробанк. Давайте мы его вот так вот обозначим, как такой некий домик. Вот он, банк. И что такое ключевая ставка? Это когда Центробанк выдает деньги обычным банкам под процент. То есть под какой процент Центробанк дает банкам деньги? То есть это у нас будет просто банк. Вот я думаю, здесь простыми словами я объяснил, что это такое. То есть сейчас у нас ставка 16% годовых. То есть под 16% годовых Центробанк банкам дает деньги. Что получается? Что такое вообще в принципе ключевая ставка? Ключевая ставка нужна для того, чтобы влиять на инфляцию. То есть мы все видим, мы заходим в кризис. Мы уже в кризисе. Кризис затягивается. И естественно, что происходит? Растет инфляция. Растут цены на товары, цены на услуги. И тут получается, что давайте мы вот обозначим, что у нас есть обычный клиент, человек, просто потребитель. Для потребителя что происходит? Для потребителя происходит то, что цены просто постоянно растут вверх. Постоянно растут вверх. И потребителю как бы плохо. Он такой не понимает. Получается, инфляция растет. А что же делать? И государство что делает? Как минимум начинает повышать ключевую ставку. То есть ключевая ставка для государства – это инструмент борьбы с инфляцией. И в принципе управлением инфляцией и экономикой. Вот это важно понять. То есть первое, ключевая ставка, давайте подытожим, это под какой процент Центробанк выдает банкам деньги, насколько деньги дорогие либо дешевые. И второй момент – это средства и инструмент управления с инфляцией и экономикой. То есть что получается? Инфляция растет. То есть здесь у нас инфляция. Инфляция. И государство что начинает делать? Поднимать ключевую ставку для того, чтобы бороться с инфляцией. Как это происходит? То есть деньги становятся дороже. И получается, что банк человеку выдает кредиты под больший процент. То есть если Центробанк дает под 16 банкам, то банки что будут делать? Они же не могут под меньший процент выдавать. Они выдают под больший процент людям. То есть, например, там под 18-25, а то и больше процентов годовых банки выдают людям. То есть людям становится невыгодно. И что получается? Люди меньше начинают тратить. То есть спрос падает. Спрос на товары падает. Получается, человек начинает меньше денег тратить. И бизнесы от этого страдают. Бизнесы что вынуждены делать? Снижать цены. То есть вот она борьба с инфляцией как раз происходит. Потому что когда деньги дешевые, представьте, Центробанк выдает банкам под 1%, допустим. Банки дают человеку под 3%. Что человек делает? Берет, конечно же, деньги у банка. Они же дешевые деньги. Берет деньги у банка и получается идет, тратит на все. Покупает машины, покупает квартиры в ипотеку. Покупает какие-либо товары. Летит в отпуск на кредиты и так далее, так далее, так далее. Для этого Центробанк повышает ставку для того, чтобы люди перестали так много тратить. Бизнесам стало похуже. И бизнесы вынуждены были притормаживать рост цен как минимум. А то и где-то снижать какие-то моменты. И мы это видим. Да, люди кричат в комментариях, что нет, цены только всегда растут. В России только всегда все растет. В странах СНГ все растет. Никогда ничего не падает. Вот пишут комментарии из Казахстана. С Украины, с России, там и с Узбекистана, Таджикистана. Много откуда пишут. Так вот, тоже напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Цены могут ли падать или они только вечно всегда растут. На самом деле, где-то какие-то моменты мы видим, что цены падают. Это называется дефляция. У нас есть инфляция, когда цены растут. А есть дефляция, когда цены падают. И вот здесь очень интересный момент. То есть вот с помощью ключевой ставки так вот управляют. И что получается? Здесь, я думаю, что здесь я объяснил простыми словами. Давайте теперь посмотрим на ключевую ставку Банка России. Она у нас появилась с 2013 года. То есть посмотрите, как инструмент. Она была в районе 6%. По словам главы Центробанка и так далее, говорят, что где-то должна быть ключевая ставка на уровне около 4-6%. И мы видим, что была там 6%, потом росла, росла до 17%. Вот мы видим 2014 год. Помните, когда доллар с 30 на 60 выше полетел? Конечно же, тогда и начался рост ключевой ставки. Потому что все везде началось дорожать. Смотрите, опять что происходило. Все дорожало, потому что доллар рос. Много бизнесов закупают все за границей. С долларов все привязано к доллару, к нефти и так далее. И в итоге что произошло? Конечно же, ключевая ставка начала расти. Конечно же, ключевая ставка начала расти. Это сейчас будет ответ на вопрос, а будет ли дальше ключевая ставка падать? Расти, падать и так далее. Смотрите, тогда, когда произошел такой кризис, некий в 2014-м рост доллара. Да, очень сильный, не только там много чего было. Ключевая ставка, естественно, росла, чтобы побороться с инфляцией. Что после этого происходило? Смотрите, 2015 год. Ставка начала падать. Начала падать. Типа, смотрите, когда экономика улучшалась, 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 ставка снижалась, снижалась, снижалась. Смотрите, до 2020 года было снижение ключевой ставки. То есть деньги становились дешевле, 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 дешевле. Люди все больше, больше потребляли, покупали, покупали, покупали. В 2020-м происходит кризис, пандемия, все остальное. Везде, со всех сторон бьет. Доллар опять снова растет. Такое перенасыщение произошло потребительское. И что опять происходит? Кризис, цены начинают расти, и ключевая ставка начинает расти. Естественно, Центробанк, наше государство, влияет на инфляцию, пытается ее замедлить, ключевую ставку поднимает. И что происходит после 2021-2022 начала? Резко подскакивает ключевая ставка, потому что очень серьезные проблемы, вы видите, что в мире происходит. И, конечно же, она до 20 аж допрыгивает, потом снова все устаканивается, она падает и снова подпрыгивает. Вот они, качели начались, очень мощные. И то, что мы сейчас в кризисе, дальше она сейчас держится 16. Никто не знает, ни вы, ни я, будет ли она дальше расти. Да, может, если сейчас что-то еще ударит снова очень сильно, ключевая ставка дальше будет расти, потому что надо будет бороться с инфляцией. Либо она будет снижаться. То есть, смотрите, какой интересный момент. Люди не понимают. Кто-то пишет в комментариях мне, что да ключевая ставка всегда будет расти, да надо сейчас быстро бежать, брать ипотеку, брать какие-то там кредиты, покупать все, машины в отпуска едут. Люди такие на последние, потому что потом будет еще хуже. Да не будет. Смотрите, ключевая ставка росла, потом падала. Ключевая ставка росла, падала. И дальше так и будет продолжаться. Даже если она сейчас будет расти, не берите просто сейчас кредиты пока. Просто выдержите какую-то паузу. Ключевая ставка потом в любом случае будет падать и опять будет возвращаться к уровню 6%, 5%. Она к этому будет возвращаться только через время, после кризиса. И тогда деньги снова станут дешевые. Мы снова с вами сможем спокойно брать хоть кредиты там, но я не рекомендую. Это вообще не инвестиционные советы, не финансовые советы. Я раздаю тут на этом канале. Я просто лишь объясняю, как все устроено. И, конечно же, кредиты будут дешевле, будет все людям доступней. Деньги станут дешевле и люди начнут покупать. То есть что происходит? Получается, сначала ростом ключевой ставки замедляют все это дело. Замедляют, чтобы люди меньше тратили. Люди что начинают делать? Больше складывать под подушку в такой момент. Кто-то в валюту, а кто-то там на банковские счета. Потому что что делают банки? Правильно, они поднимают процент по депозитам. Процент поднимают по депозитам. Почему? Потому что им Центробанк выдает под 16% годовых. А плюс у них в кризис, как обычно, проблемы финансовые. Они понимают, что они еще могут с населения деньги собирать. Поэтому они дают. Если Центробанк им под 16% дает, можно дать человеку под 14%. Человек же принесет деньги и положит 14% годовых ему дают. Конечно принесет. То есть банк тем самым напитывается, получает деньги. Естественно, он может выдавать, например, под 14% депозиты. Брать депозиты под 14% годовых. Он может брать даже больше, чем ему Центробанк выдает. Потому что Центробанк ему какое-то ограниченное количество денег дает. А ему, например, больше надо. Он говорит, а я буду под 18% выдавать людям депозиты. И получается, конечно же, люди несут деньги. То есть людям это выгодно, это вкусно. Поэтому человек в это время что делает? Либо холдит деньги, то есть сохраняет под подушкой. Либо он несет в банк, потому что вкусные проценты. И получается, что человек в это время начинает меньше тратить. А раз человек меньше тратит, что происходит? У нас есть еще бизнес. И с вами у нас есть бизнес. Бизнес. То есть бизнес что начинает делать? Снижать. Он вынужден снижать цены. Потому что когда вы говорите, что никогда цены не падают, ничего не происходит. Обращайте внимание, не знаю, раскройте глаза. Посмотрите внимательнее, как машины взлетели сначала до небес, потом снизились. У многих автоконцернов, во многих официальных дилерах машины начали падать в цене. Хоть китайские, хоть немецкие, хоть что. Помню, когда доллар на 120, все взлетает быстро, цены растут. Никто не начинает покупать. Ключевая ставка растет. Спрос падает на автомобиле. Люди сначала на ажиотаже, на хайпе, на покупали из-за страха. Потом спрос падает. И бизнес вынужден снижать цены. Бизнес снижает эти цены. И машины дешевеют. Квартиры, пожалуйста, кто-то говорит, квартиры не дешевеют. Посмотрите в разных районах. Посмотрите там Гражданский проспект в Санкт-Петербурге, там Мурино в Санкт-Петербурге. Какие-то окраины. Посмотрите в Москве окраины. Цены на квартиру подупали, особенно вторички. Посмотрите, люди говорят, моя стоила 7 миллионов, я смотрел. А теперь я могу продать за 5. Да он попробует, пускай продать. Он вообще за 5 хотя бы продаст. Вопрос спроса сейчас. Спрос очень сильно упал. То есть вот у нас есть клиент. Спрос падает у обычного человека. Он начинает меньше потреблять. Он сейчас сохраняет деньги. Он боится уже куда-то тратить. И, конечно же, то в банках, то под подушкой, как я говорил. И поэтому цены падают. То есть вот так происходит управление вот этой ключевой ставкой. Теперь давайте посмотрим. Хотел показать вам, какие сейчас... Если сейчас ключевая ставка держится на уровне 16, мы видим, то получается, что давайте посмотрим, как ипотеку, под сколько выдают. Вот я хотел вот это показать, потому что люди сейчас бегут просто брать ипотеки, скупать уже на последнее, потому что боятся, что ключевая ставка только будет расти, и все будет дороже, дороже, дороже. Я вам уже показал, что будет дешевле. Подождите, не берите эти ипотеки. Пожалуйста, поделитесь этим видео со знакомыми, с близкими. Сейчас все люди интересуются. Надо срочно брать ипотеку, надо просто бежать. Обезопасьте людей. Просто сохраните их деньги, помогите им. Потому что они не понимают, что такое ключевая ставка. Им кажется, что она будет расти, и надо срочно покупать квартиры в ипотеку. Нет, ни в коем случае сейчас не стоит. Я бы так не делал. И давайте смотрим, что нам предлагают банки. 18-22% ипотека. 17-20%. Тут 2-2 это просто сказки. Пойдете, он вам под 2 не даст. Это только всякие супер льготные, причем на индивидуальных условиях. И у меня, кстати, есть отдельное видео, где я рассказываю, почему дают такие маленькие проценты по ипотекам. Если ключевая ставка 16, им невыгодно ниже давать ипотеки. Все, кто дают ниже, льготные туда-сюда, там все зашито, они не дураки. Там все зашито. Там цены увеличены. Там страховки зашиты. Просто огромные, где переплата по цене страховки и в 10, и в 20 раз и так далее. Отдельное видео посмотрите по ипотекам. Я все разбирал. Вот 25-26 от 16 до 26. Видите, вот выше 16. Выше 16. Здесь почти 16, но не дадут под такой. Все равно дадут выше 16. До 23, до 23. Вот они реальные проценты по ипотеке. Да ни в коем случае не надо брать под такие проценты. Ключевая ставка, когда упадет, вот тогда мы можем использовать ипотеки. Сейчас не стоит. Давайте посмотрим теперь, какие банковские вклады, то, о чем я говорил, предлагают нам банки. Они предлагают нам ставка до 15%, до 14, до 16, до 17. То есть, видите, почти до ключевой ставки. То есть, Центробанк выдает под 16, а они у людей хотят взять там под 14, под 15, под 12, под 10. Все банки по-разному. То есть, естественно, им уже выгоднее начинают брать у людей. А людям это вкусно, выгодно, они несут деньги туда. Вот как ключевая ставка влияет вообще на все. Вот что такое на самом деле ключевая ставка. То, что я вам хотел показать. Поэтому не ведитесь вот на этот шум, гам, хайп, на вот эту вот финансовую безграмотность толпы, когда говорят, срочно беги покупай, потому что потом будет хуже. Не будет хуже. Сейчас мы, да, в кризисе. Сейчас плохо. Ключевая ставка может выше расти. Я думаю, что, скорее всего, еще что-то произойдет страшное, и ключевая ставка снова вырастет. Но потом она будет снижаться, снижаться, снижаться. И хочу сказать, что сейчас кризис, все понимаем. Для кого-то кризис – это время возможностей. Давайте мы это запишем с вами. Возможности. 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 Кризис делится просто на две составляющие. Вот. Возможности. А для кого-то это проблемы. Проблемы. Так вот. Давайте, пожалуйста, рассматривать это как возможности. И сейчас мы в кризисе мы это понимаем. После кризиса, когда все упадет, оттуда, как правило, создаются новые бизнесы. Очень выгодно создавать бизнесы. Там очень выгодно покупать разные активы. Недвижимость. Любой кризис заканчивается падением рынка недвижимости. Супер сладкие цены на недвижимость, супер сладкие предложения, супер сладкие цены на автомобили. Все вынужденно подешевеет. Бизнесы вынуждены будут снизить, чтобы снова экономика задвигалась. Потому что вот эти действия, когда ключевую ставку поднимают, вот так вот поднимают ключевую ставку, экономика замедляется, затормаживается. Люди не тратят деньги. Деньги – это кровь экономики. Деньги не идут в экономику. Люди их сохраняют. Держат то в банках, то под подушкой. Получается, сохраняют. Не движется экономика. Что происходит? Потом государство вынуждено понижать ключевую ставку, чтобы деньги стали дешевле, чтобы людям деньги были дешевле, чтобы люди начинали их тратить. Цены будут низкие. Люди начинают тратить. И снова экономика начинает двигаться, двигаться, двигаться. Вот этот вот механизм. Это организм даже. Это организм. Экономика – это организм. А деньги – это кровь от экономики. Вот как происходит. Я вам простыми словами здесь вообще рассказал, как работает экономика на самом деле. И получается, что люди, когда начнут все брать, естественно, снова начнет расти. Что? Инфляция потихонечку, все это задвигается. И снова, потом, снова какой-нибудь кризис. Но самое главное понимать, сейчас сваливаемся в кризис. Оттуда большие возможности. И самое главное понять, что после этого кризиса будет просто золотой период. И для стран СНГ в том числе они будут развиваться. Поэтому вот это важный момент. Важно учесть. Сейчас, да, будет плохо. Знаете, у меня есть такая волшебная фраза. Люблю ее очень. Прежде чем станет легко, будет плохо. Или будет плохо, прежде чем станет легко. Поэтому то, что сейчас кому-то плохо, у кого-то сейчас какие-то там проблемы, кризис привнес, то в любом случае потом будет легко, потом будет просто. И потом мы все-таки войдем в золотой период, когда экономика будет развиваться. И России экономика будет очень хорошо развиваться. И стран СНГ мы будем просто подниматься, 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 подниматься. Будет очень хороший период, когда все будет доступно. Мы будем жить хорошо, будем летать. Я думаю, что все уже наладится. Вот, к этому мы идем. Обязательно оставляйте свою обратную связь в комментариях, чтобы я понимал, что мы здесь с вами живы. Я не просто с камерой разговариваю. Мне важна ваша обратная связь Хотя бы накидайте там огонечков каких-то Дайте хоть какие-то реакции мне в комментариях Ну, конечно, пишите, что вы об этом думаете И делитесь этим видео с друзьями Обезопасьте их деньги Улучшите как минимум их благосостояние Просто помогите людям А мы с вами увидимся в следующем видео